Не исключено, что этот первый в истории современной России гражданский процесс по вопросу признания геноцидом военных преступлений не последний в нашем регионе. Историки, которые плотно занимаются этой темой, говорят, что похожая кровавая трагедия, возможно, даже еще большего масштаба в годы Великой Отечественной войны, произошла около села Успенское в Чудовском районе. Максим Широковских подробнее. Вот это поле вблизи села Успенское, на первый взгляд, ничем не отличается от обычных загородных просторов северо-запада нашей страны. Трава по поясам течет ручей, за спиной лес. Но если покопаться в истории, то окажется, что в начале Великой Отечественной войны здесь располагался самый кровавый лагерь на территории современной Новгородской области. Только за один год его существования здесь погибло более 50 тысяч человек. Речь идет о пересыльном лагере, который уже в начале войны заработал на территории совхоза Комунар. Там с осени 41-го содержались в основном советские военнопленные, но были и заключенные из числа гражданских. В первые месяцы оккупанты даже не вели счет с заключенным, настолько их было много. Причем, по воспоминаниям тех, кто прошел этот ад, пленные далеко не всегда погибали от пуль. Нацисты и не думали создавать здесь приемлемые условия содержания. Тяжелый труд, скудное питание и жестокое обращение со стороны надзирателей исправно отнимали жизни у заключенных. Когда сюда пригоняли в лагерь, ну кто-то жил вот в этих бараках, в свинарниках разбитых. Там были стойла для свиней, еще до войны сделаны. И вот в каждом таком стойле забивали 20-25 человек. Вот представляете, осень холодная, ноябрь, декабрь 41-го года, январь, февраль 42-го года. На ветру здесь место открытое было, да. Это люди иногда копали землянки, какие-то норы там прятались. Пока историки не могут определить точные границы этого дулага. Но доподлинно известно, что вблизи него располагалось кладбище. Точнее рвы, в которые немцы скидывали трупы пленных. В заключение чрезвычайной комиссии, которая работала здесь сразу после войны, говорится как минимум о 52 тысячах жертв лагерной системы коммунара. Есть тип преступления, который, по моему мнению, является особым. Вот есть такое выражение, собственное признание, это царица доказательств. Так вот, современные немецкие историки-исследователи считают, я подчеркиваю, немецкие исследователи, отношение к советским военнопленным зимой 41-го, 42-го года геноцидом. Сейчас о том, что в этих местах была война, говорит мемориал на братском захоронении. Он появился уже в 50-х годах. Здесь лежат останки красноармейцев, погибших в боях. Напоминания о тяжелой судьбе тех, кто содержался в коммунаре, нет. Но об этом не забыли историки, краеведы и местные жители. По их инициативе в будущем здесь должен появиться и мемориал пленникам. Сейчас обсуждается несколько вариантов, как это сделать и где это сделать. Либо это отдельный какой-то мемориальный знак на предполагаемом месте размещения концлагеря. Либо вот есть предложение тоже поставить здесь в рамках вот этого мемориала. Это определяться нужно будет с общественностью, с Успенским сельским поселением, с советом ветеранов, с краеведами. То есть тут варианты могут быть разные. Не исключено, что здесь появится и захоронение, где достойно будут преданы земле останки всех заключенных коммунара. Предполагается, что в ближайшее время у села Успенское историки и поисковики начнут работу, подобную той, которую они проделали в жестяной горке. Из Чудовского района Максим Широковский, Галуз Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение.